Напоминаю, расстояние до базовой станции 42 километра 650 метров. Сразу же видно, что до предыдущей точки там было 2 миллиметра. Всем привет! С вами Александр Устинов. Сейчас я провожу полевой тест для NSS-RTK приемника Stonex S900A. Я поставил приемник в достаточно открытом месте. Включаю приемник. Запускаю программное обеспечение Stonex Hub для Android. Захожу в настройки ровера, интернет-контроллера. Здесь у меня настроен интрип. Получить список точек. Включаюсь в Солнечногорск. Решение плавающее. Начал прием поправок. Приемник сообщает, что получено фиксированное решение. Наблюдается 19 из 24 спутников. Вот такая информация о решении. 3 сантиметра в плане 5 по высоте. До базовой станции 42 километра 650 метров. Вот так расположены спутники на небосводе. Информацию о спутниках можно посмотреть в табричном виде. И отношение сигналов к шуму. Решение фиксированное. Подключился к станции Солнечногорск. Солнечногорск до базовой станции 42 километра 650 метров. Решение фиксированное. 2,5 сантиметра в плане. 4 по высоте. Захожу в съемку. Записываю 3 измерения на этой точке в открытом месте. Высота вихи 2 метра. Решение фиксированное. Показывает, что 1 сантиметр до предыдущей точки. И третье измерение. На данной точке в открытом месте первое фиксированное решение было получено буквально за несколько секунд. Выключаю приемник. Включаю приемник. Работаю с программным обеспечением Stonex Cube для Android. Программное обеспечение подключается к приемнику. И приемник тут же сообщает, что получено фиксированное решение. Буквально несколько секунд, пока подключался приемник, сразу же получено фиксированное решение. Наблюдается 22 из 25 спутников. 2,5 сантиметра в плане и 4 по высоте. Напоминаю, расстояние до базовой станции 42 километра 650 метров. Записываю еще 3 измерения на этой точке. Сразу же видно, что до предыдущей точки там было 2 миллиметра. Сейчас посмотрю, какое расхождение будет в координатах высотах между измерениями, полученными в двух инициализациях. Захожу в проект. Просмотр данных. Вот такие измерения 6 точек были записаны. Смотрим расхождение. До 9 миллиметров по одной оси, до 14 миллиметров по другой оси. И где-то 6 сантиметров по высоте. Программное обеспечение показывало оценку точности 2-3 сантиметра в плане и 4-5 по высоте. Вот такие расхождения получены между измерениями в двух инициализациях на открытом месте. Сейчас я зайду под деревья и посмотрю, как быстро будет получено фиксированное решение под деревьями. И также сделаю в нескольких инициализациях по 3 измерения и сравню координаты высоты точек из разных инициализаций.